Салют, братюнь, ты на канале Некарате. Поздравляю тебя с нереально крутым событием. Вечер бокса в Ташкенте подошел к финалу и время подводить итоги. Разберем все поединки, сделаем нарезки, в телеграм все залью. Телеграм Некарате, лучшие моменты, ссылочки на поединки, все тебя ждет там. Я жду единственного твоего комментария. Не забудь подписаться на YouTube канал, что тоже немаловажно. И нынче обсуждаем поединок Ивасы и Мураджона Ахмадалиева. Красавчик, достойный чемпион. Я комментировал все поединки в прямом эфире. Меня очень просили включить непосредственно экран. Я включил, забанили наш нереально крутой стрим. Но тем не менее, половина поединка как раз ты успел посмотреть. Ты видел, как Ахмадалиев был заряжен. Ты видел, как он, как пружина с ноги на ногу переносил вес и всегда работал комбинационно. Иваса не успевал. Я прогнозировал. В своем прогнозе, я говорил в стриме перед поединком, я говорил, единственная, вероятная, самая вероятная развязка этого поединка. Мураджон будет накидывать столько, что Иваса просто не сможет ничего ответить. И рефери остановят поединок. Пробил все-таки Ивасу. Все. Как я и говорил. Так и произошло. Голова японца нереально крепкая. Я не знаю, что они там кушают, но реально держат удар на ура. Неоднократно заходили плюхи в верхний, вот эту верхнюю оверхенд. Бам. Раз зашел, два зашел. Иваса нормально. Иваса выдержал атаку, выдержал взрыв Ахмадалиева и дальше продолжил пихаться. И вот в конце пятого раунда нормально так включился Мураджончик. И вот эта атака, которая одна на другую наслаивалась, наслаивалась, наслаивалась и привела к тому, что рефери не выдержал и бой остановил. В общем, эмоции просто через край. Нереально заряжен. Энергетичный, энергичный Мураджон Ахмадалиев. Достойный чемпион. Я говорю, блин, кого угодно выводи сейчас, он побьет. Он настолько замотивирован, он настолько толковый. С ним работает офигительный тренер, который с Шахрамом Гиясовым тоже работает. И видна мысль, сразу видно все, что человек просто не дерется туда-сюда. А человек просто ведет свою нить. Он знает, что он будет зачем делать. Он ожидает действий от оппонента. Он готовится под определенного оппонента. Под Ивасу Ахмадалиев был шикарно готов. Когда Иваса начал выставлять свою руку, типа дистанцию держать, просто чуть-чуть левее, чуть-чуть правее и пошел дальше отрабатывать. Не успевал японец. Не было у него той скорости, которая была у Ахмадалиева. Вот, собственно, и финальчик. Очень классно. Вот прям как прогнозировал, так все и зашло. Всех фанатов бокса, всех тех, кто смотрел мою трансляцию, я поздравляю с отличным, шикарным вечером бокса. Обязательно подписывайся на канал, делай репост. Пусть максимальное количество людей узнает про таких талантливых боксеров, как Мураджон Ахмадалиев. Обязательно подпишись на канал, бахни лайк и не пропусти. Будут разборы всех поединков. Ну, про Геясова и про Мадримова мы поговорим обязательно. Мадримов был сам не свой, я думаю, ты это заметил и это стоит обсудить, но уже в другом видео. За сим адьюс, а то надоесть боюсь. Подпишись и следи за развитием событий. Пока!